Всем привет, портал от Сургент. Мы находимся на Топер Пати в клубе Model T. С нами группа Emily Sky. Привет, ребята. Привет. Как сегодняшний вечер? По-моему, все очень круто, весело, бодро. Сказочно. Мой стандартный ответ на самом деле. Что ожидаете от публики на сегодня? Ну, мы ожидаем в первую очередь активность. И просто люди должны хорошо провести время. Плюсу все то же самое. Активность, хорошо провести время. Ну, так, естественно, надеемся на поддержку. Хотя все зависит от нас. Почему вы решили переверовать группу? Все же помнят старую добрую Атакаму. Атакаму – это совершенно другой проект, который подошел к своему логическому завершению. Когда что-то заканчивает, должно что-то начинаться. Мы начали новую жизнь, начали новый проект, новое название. А из старого проекта сколько людей осталось здесь? Два. Ну, мы двое. Все с Женей, да. Все остальные – новички. А как сейчас он с публикой, грубо говоря, в Севастополе находится обстоит два? Слушай, с публикой везде хорошо. Вопрос в том, что нужно делать хорошую музыку, нужно доносить эту музыку до публики, и в конце концов публика на это реагирует. Ну, смотрите, в тех же самых, в 2007, 2008, 2009 годах, тогда это было модно, тогда было куда больше народу ходил на концерты. Как сейчас с этим обстоит? Вот на ваш взгляд? Мне кажется, просто сейчас люди стали более ленивыми. Сейчас выбор колоссальный. Вот ленивые или более разборчивые? Наверное, более разборчивые. То есть, если ты делаешь что-то хорошее, то люди на тебя пойдут. Не, ну, в любом случае, на хороший материал люди будут ходить. Это бесспорно. Ну, а хороший материал, соответственно, надо как-то продвигать в массу, чтобы люди узнавали, что он есть. На самом деле, сейчас, по-моему, даже лучше, потому что сейчас появилось множество ресурсов, благодаря которым мы можем продвинуть свою музыку. И мы хотим попытаться этим воспользоваться. Сейчас время изменилось, больше возможностей. И, ну, я надеюсь, у нас получится. Ну, вот, а на примере, опять же, с Атакамой, сейчас, как бы, публика больше приходит на ваши концерты, ну, реагирует именно на новую музыку, на ваши концерты. И вот, эмоционально, вы эмоционально про них, количество людей на концертах? Слушай, ну, в Крыму у нас все хорошо, на самом деле. Нет, в Крыму хорошо, но надо немножечко отдать должное тому, что, когда мы начали новый проект Emily Sky, мы не афишировали, что это экс-Атакама. То есть, мы решили свои силы попробовать с самого начала. И многие люди, которые раньше приходили на Атакаму, спустя уже какое-то время говорили, блин, это же бывшая Атакама, почему мы об этом не знали? То есть, вот именно интересно то, что именно та публика доходит до нашей музыки каким-то другим способом. Ну, а вот сейчас в Москву приехали с концертом. Это единичный, как бы, город? Единичный, вот, концерт, выступление будет? Или это какой-то тур небольшой? Пока единичный. А в дальнейшем будет какой-то, может быть, тур? Мы надеемся. Да, он обязательно будет, мы просто сейчас готовим больше материала, и к туру надо готовиться. То есть, ну, бессмысленно просто взять, собраться и поехать в тур. Эти деньги, ну, опять-таки, это же большие затраты, и этот ресурс можно потратить с большей пользой, и потом уже поехать в тур как-то с большим результатом. Вот это мы сейчас и намерены сделать. Пока что хотим сделать много новых песен. Оф-тур, ну, это готовится альбом какой-то или EP, что-то? Мы выпускаем синглами. То есть мы... Ну, это вот сейчас, как все, решили синглами пускать. То есть, да. Лучше сделать что-то одно качественное, чем выпустить альбом, который будет несколько проходных песен. Альбом – это очень затратное дело, и, опять же, как правильно сказал Женя, эти деньги можно потратить на что-то более полезное для группы. Ну, опять, народ на концерты ходит. То есть у нас перед глазами множество примеров, не только в тяжелой музыке, когда группа раскручивается. И то есть вот ты в какой-то момент просто обнаруживаешь, вот, я не знал это имя, а они вот только что отыграли Тысячник. Ну, я не знаю, это та же Турбина Туриста, я вот недавно о них узнал, а они отыграли Тысячник. Турбина Туриста – это вот особенные клипы, это жесть, конечно. Но парни делают что-то интересное, и люди на это реагируют. Вот наш оператор как раз-таки один из двух человек, который познакомился у меня с Турбиной Туриста. Это жесть, конечно, для меня. Ну, тем не менее, я считаю, что материал у них очень качественный. Да, у них качество снято, качество записано. А вот смотрите, сейчас на группу Emily Sky, как реагируют организаторы? Есть предложения, помимо маски, на какие-то другие города? Нет. Пока нет, но, собственно, мы чаще сами занимаемся организацией своих концертов. А в Крыму? Вот именно в Крыму мы сами занимаемся организацией своих концертов. Ну, да. Вообще как? Мы даем в Крыму небольшие мини-турщики, то есть там это очень удобно сделать, уже собрался, и вот на выходных искали, сел несколько городов. Ну да, там просто расстояние близкие, и поэтому очень удобно. Сел на машину, поехал. И когда мы говорим, что организаторам, с которыми мы постоянно работаем, что вот мы хотим сделать тур, все очень тепло реагируют, и постоянно на концертах полные клуба. Ну вот опять у группы Emily Sky сейчас есть какой-нибудь свой мерч, может быть, уже какие-то записанные альбомы EP на физических носителях? На физических носителях EP мы не выпускали. У нас есть футболки, в принципе, как и у всех групп, какие-то стикеры, закладки для книг. Это интеллектуальный мерч. Потому что мы считаем, что люди, которые слушают нашу музыку, они достаточно образованы, и книга – это очень важно. Ну, я считаю тоже, что зачастую в группе больше всего важен текст и подача. Да, да, да. Своим слушателям что бы хотели посоветовать, что пожелать, может быть? Что хотели от них увидеть? Увидеть хотели бы активность, увидеть хотели бы желание приходить на концерты. Естественно, очень приятно какие-то отзывы читать, но не обязательно какие-то оды воспевать, но и критику мы тоже воспринимаем очень адекватно. Ну, а, собственно, пожелать, пожелать хочется мира, добра, за мир во всем мире. Ну, я, пожалуй, присоединюсь, и на самом деле этот мотив проскакивает очень часто в нашем творчестве. Мы хотим пожелать людям жить свою жизнь так, как они хотят, то есть построить ее в каком-то соответствии со своим внутренним миром. Ну, а сейчас, может быть, сами какие-то новенькие из музыки слушаете, что хотели вот именно отметить такое прям? Слушай, ну... Ну, и в принципе, что сами сейчас слушаете? Буквально... Я слушаю вообще все. Буквально недавно открыл для себя порнофильмы те же самые. Да, кстати... Мне понравилось. А вот как, кстати, порнофильмы, вот как относишься вот насчет того, что у них большинство песен таких антисоциальных, именно против правительства, таких вот именно дерзких? Я, честно говоря, как-то особо не услышала у них какого-то антисоциального настроения. Мы, честно говоря, не слушаем альбомы целиком, но вот конкретно к асоциальной позиции я отношусь отрицательно, потому что многое из того, чем они пользуются, как они живут и то, что помогает им в повседневной жизни, дает им именно социум. И о своих текстах они именно этот социум обсирают. Да. И вот это меня, ну, раздражает, наверное, да. Нет, но тем не менее, и стройки сильные. Да, но мне очень близко, нравятся их песни, которые посвящены именно какому-то, ну, детям, отебитесь от детей, да, классно. Папа, не пей. Да, папа, не пей. Можно слушать, прости, прощай, привет? Еще нет. Не дошла я до этого трека пока. Ну, послушаем. То есть вот эти треки, они близки нам именно по духу, по социальной составляющей. А группы, чье творчество очень сильно отрицают социум. Ну, на мой взгляд, это позиция групп, которые не очень разобрались, как мир устроен, и поэтому они отрицают то, благодаря чему они живут. Вот, на самом деле, я вот тоже послушал порнофильмы, и у них очень сильно обсирается, грубо говоря, вот именно наш социум весь. Поэтому вот такой вопрос в порнофильмах. Да. Есть какие-то мысли, которые тоже нам близки, там, выключите нахуй гимн, опустите флаги, да, это что-то вот в этой мысли есть. Мы живем на планете, а не в государстве. Ну, это как еще люмен пели. Я так люблю свою страну, но ненавижу государство. Да, все эти идеи нам очень близки, опять-таки, мы включаем свое творчество в какой-то степени, но именно жесткую антисоциальную позицию мы занимать не собираемся, потому что мы живем в этом социуме. Да, кстати, я хотела еще отметить для себя, для всех, недавно оценила группу Горький. Это потрясающая команда. Я очень советую тебе, кстати, ознакомиться с их творчеством. Мы первый раз их увидели живьем на Тамане, вот, летом. Это потрясающе. Обязательно. Они настолько сильно впечатляют, что порой прослушаешь трек и сидишь, вау, просто вот, мысли, мысли, мысли. Ну, и пока год назад мы заново открыли для себя группу Люмен. Вот, мы их давно слушали, они мне давно нравились, а, ну, был какой-то перерывы в прослушивании, а новый альбом, новый альбом просто потрясающий. Да, мы уже всех рано должны отмечать. Ну, напоследок, что хотели пожелать своим слушателям, нашим зрителям? Ну, в плане музыки. В плане музыки слушайте качественную музыку. Ну, это стандартное пожелание, да, слушайте качественную музыку. Сейчас появляются хорошие команды, ищите их, я уверен, вы найдете много интересного. не ленитесь, открывайте для себя новые команды, не ленитесь, приходить на их концерты, потому что порой в наушниках это одно, а когда приходишь на концерт, энергетика просто потрясающая, сумасшедшая, бешеная, да, потрясающая. Не ленитесь становиться лучше и делать лучше мир вокруг себя. И начинайте с себя. Все, всем спасибо, был порталом инструкент и группа Emily Sky. Пока. И решение из группы Emily Sky решил дополнить немного свое интервью по поводу групп, которых он слушает. Да, мы как-то пока давали интервью, немножко волновались, и совсем забыли, что вот прямо сегодня мы играем... Прямо сейчас? Да, прямо сейчас мы на концерте с двумя еще охуенными командами, если хотите, допикивайте, но вот это правда. И как раз вот яркий пример того, что группа на записи это одно, а вживую другое. Группа Tahaka, которая прямо сейчас играет в соседнем зале, они вживую прямо, ну, такие милые, романтичные ребята. Сейчас они как ебнули, я пойду их слушать. А еще сегодня будет играть группа G9. Это тоже отличные ребята. И пусть они не играют тяжелую альтернативу, но все равно это отличная музыка. Всем привет, всем рок, пока-пока. Спасибо.